Утро в семье Титовых начинается, как и в любой другой, с завтрака. Но если на вид это обычная манная каша, то для двухлетнего Германа Титова из села Верхжилино – настоящая еда космонавта. Имя и фамилия обязывают. Когда два года назад в семье Надежды и Виталия Титовых родился второй сын, о том, как назвать мальчика, даже не спорили. Бабушка предложила имя Герман. Незадолго до рождения внука она начала делать родословную. Оказалось, тот самый Герман Титов, второй человек в космосе после Юрия Гагарина, приходится семье дальним родственникам. Правда, какой-либо космической наследственности у Германа Титова-младшего родители пока не заметили. Да, обычный ребенок. Пока еще ничего такого не заметно, что что-то у него играет, бегает. Ну, когда, скажи, деремся с братом. Скажи, без этого никуда. Скромный дом семьи Титовых стоит на перекрестке переулка Юбилейного и улицы Германа Степановича Титова. Магия имени не иначе. На самом деле, второй космонавт планеты родился именно в Верхжилино. А в селе Полковниково, где находится мемориальный музей Титова, он окончил школу-семилетку. Несмотря на то, что между населенными пунктами всего пара десятков километров, семья Титовых ни разу не бывала в музее. Но сегодня особый случай. Специально для них сотрудники хранилища организовали индивидуальную экскурсию. На ракете хочешь полететь? Пойдем, заглянем в дверцу. Что же там есть? Пойдем. Старшему брату Германа Титова, шестилетнему Захару, уже интересно посмотреть, на какой ракете именитый родственник полетел в космос, какой скафандр был на нем и как выглядел корабль «Восток-2» изнутри. А маленькому Герману пока больше по душе то, что увлекало его космического тезку в раннем детстве. Для братьев Титовых эксклюзивная программа. Некоторые экспонаты можно не только потрогать, но даже примерить. Например, фуражку и летную пилотку Германа Степановича. Работникам музея никогда не доводилось проводить экскурсии для таких гостей. Поэтому родственникам космонавта позволили немного больше, чем обычным посетителям. У меня возникли такие ощущения, что вот я вижу живого Германа Степановича Титова в детстве, потому что, ну, похож не внешне, но вот это такой же возраст, такая же непосредственность. И у меня искренне появилось такое желание, чтобы у нашего маленького Германа Титова было большое и счастливое будущее. А у семьи Титовых теперь возникло искреннее желание вернуться сюда снова, когда Герман Титов-младший немного подрастет и уже будет осознавать родственную связь с космосом. Елена Лопатина, Роман Хайрулин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова